приятного аппетита соляночка которую я варилась когда выезжала сметаны нет есть сможешь мне подать если тебе несложно я ложечку спасибо сынок бульгария моя сладкая красивая сынок вообще ничего не ел очень экономно мульдивичка у тебя еще знаешь что с этого моя курочка моя девочка моя мусечка голодная девочка ты думал может вообще не был такое ощущение что ты здесь вообще не жил где жил молодец олеговские родители где были в нашей квартире класс хорошо придумал сэкбук хлеба который я спекла перед отъездом она стоит целая даже не ел ну что ты сладкая соскучилась сегодня будешь спать со мной всю ночь я буду тебя целовать обнимать особо не спала я одиноко бедной девочки целыми днями одна ночью одна без мамочки как я тебя люблю моя сладкая соскучилась дома окошка вкусно 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 А чего вообще дома вкусного есть? Могу себе торт испечь? Испеки. Обещаешь? Нет. Торт можно без молока. Что ищешь? Что ищешь? Что ищешь? Что ищешь вкусно? Мороженое я уже съел. А другой есть? Такой. А еще другой есть? А еще есть? Нет. А тарелки был с плесенью? У меня в машине у меня в пакете такой контейнер с рыбой. И там две сметаны домашние. О, тащи две сметаны домашние. Банки в холодильник. Две-две. В холодильник они же пропадут. Домашняя сметана. Настоящая вкусная как ты ел. И в таком контейнере не выпало оно хоть есть? Угу. Ничего страшного контейнера. Герметично закрывается. А что ты тут ходишь с голым торсом? Я тебя вижу. Давай я буду ходить с голым торсом. Сынок это некрасиво. Будь так добр, когда ты идешь кушать. Нет, торс у тебя красивый. Но когда ты садишься на кухне кушать, надевай мальку пожалуйста. Ладно? Зачем? Сынок. Яйца пожарь себе. Супа нагрей. А я рыбки отведу. Сейчас. Я тебе сметану оставляю. Секунду. Ну не нужна, не нужна. Дальше. Потом уберу. Леночка взяла лохи. Из рыбы, которую Виталий поймал. Вчера огромную. Вот такую на 1,7 кг. Прикинь. Лося. Класс. Настоялась. Пропиталась. Не одну косточку. Не одну косточку. Ты представляешь. Ледуси сегодня утром тоже выехала. Они проехали мимо того места, откуда я садилась к попутчику. И через час на это место приехала я. Если бы раньше я знала, то они меня бы подобрали. Мне одна женщина написала комментарий, если бы я со своей сестрой общалась лучше, то тогда бы я знала, когда она выезжает, когда она что делает. Вы знаете, у нас не принято в семье отчитываться за каждый шаг. Позвонили, когда посчитали нужно. Тем более никто не думал, что я поеду на Блаблакар. Домой. Я поехала не потому, что я поругалась с Виталиком или с Леной или еще чего-то. Эти догадки можете даже не писать. Я поехала домой, потому что мне это надо было. Все. Нравится вам, не нравится. В моем телеграмме там уже пишут. Несколько заблокировала. Просто бред этот даже не стала отвечать. С Виталиком поругалась, еще что-то. Иногда люди делают то, что им надо. Когда вы говорите, что у меня вся жизнь на показ, а вы чего-то не понимаете и начинаете придумывать объяснения моим действиям сами, вот тогда вы должны понимать, что значит не вся жизнь на показ и о многом вы не знаете. а просто додумываете. А я показываю, то что. Хочу показывать. По каким причинам я поехала домой, чего это никого не интересует кроме меня. Мужа и сына моего. Так что и так мои сладкие. А для тех, кто писал там уже. Кусочек вонючего сыра остался. Я его доем. А в чайнике есть вода? Она перекипяченая? Да. Может вылишь ее в этот, наберешь чайничек, поставишь. Не хочешь? Я попила чарный, все тебе лень. Отлично. Ты, по-моему, еще больше вырос в рост, пока меня не было. Молодец дома. Чистота, порядок. Сынок, ты молодец. Вообще. Ни пылинки, ни соринки, умница. Просто молодец. На столах же он не пылесосил. Посуда моет на стол. Раковина уже не пылесосил. Нет, просто насчет ночью. Ну вот, все чистенько, умничка. Ты умница. Приятного аппетита. Наверное, до завтра. Я просто спать хочу.